Сладкоежки всего мира, соединяйтесь. У нас очередной тортик, смотрите какой. Вот это я уже пальцем попробовала. Это взбитые сливки сверху. Вот они. Сколько их, да? Дальше вот прослойка. Тут опять что-то такое. И мягкий-мягкий бисквит, наверное. Ну, вот так он выглядит. Достаточно аппетитно. Разрежем, покажу, как он выглядит внутри. Ну, и что по вкусу. Мы тортик разрезали. Ну, это, понятно, клубника. Вот это все сливки. Бисквит, я думаю, что... Вот это как раз тот бисквит японский, который я смотрю. Рецепты сейчас в ютюбе много. А здесь что-то типа заварного крема, что ли. Ну, такое по вкусу. А про бисквит. То есть бисквит мягкий, мокрый, но он непропитанный. Это вот сам бисквит сам по себе такой мокрый. Ну, и, конечно, очень-очень сладко. Ну, что, девчонки, отчитываюсь. Рыбу, которую у меня парни наловили, вкусная. Я вот пожарила, видите, с лучком тоже. Честно скажу, очень-очень вкусно. Мне это напомнило даже вот мое детство, что ли. У меня мама так делала. Ну, и сейчас, наверное, тоже делает. Так что айда на рыбалку. Ну, и заодно вам похвастаю. Ну, как не похвастаю, просто для сравнения, да, покажу. Вот я купила две пары шлепанец вот на лето, да. У нас сейчас жарко. Вчера было плюс 31, сегодня 26. До этого по 28-29 градусов. Вот у нас началась такая жара. Пару шлепок. Шлепать в школу, в магазин, знаете, чтобы так удобно было, комфортно. И, да, нога дышала свободненько. Это никакой там не супер-пупер бренднейм. Это обычные шлепки, но итальянские, правда. И хочу сказать, они очень удобные. Вот я не могу переносить неудобную, носить неудобную обувь. Вот вообще не могу. Знаете, вот кто-то может там ждут, когда там она растянется, там, или там сядет по ноге. Вот я вообще вот это не могу. Для меня это точно нет. То есть я покупаю сразу, чтобы мне было удобно. Поэтому они, конечно, не такие модельные, не такие красивущие. Но зато мне комфортно. Как, знаете, как в тапочках, как босиком. И мягкие, очень мягкие. И одни, и другие. Я не думаю, конечно, что это натуральная кожа. Скорее всего, это кожа молодого дермантина. И мягкие они не только здесь, да. И здесь, видите, там как подушечки. То есть когда обуваешь, знаете, нога немножко проседает. То есть они так еще амортизируют. Приятно. Подошва здесь пробка. Здесь просто пластик. В этих. К чему показываю? Давайте пример. Ну, для сравнения цен. Вот еще год назад. А, и здесь ценник еще, вот я их не надевала. Видите, 19,99. 20 долларов, грубо говоря, плюс налог, ну, 22 доллара, да. Черные стоили ровно так же. Вот 22 доллара. Переводите по курсу. Что у нас получается? Ну, где-то 1300, вот так грубо, да. Еще год назад я в России же была. Вот что на 1300, какую обувь за 1300 можно было купить? Какой-нибудь Гэвкарри. Ну, вот так, если по-честному. Я не знаю, там, может, мне сейчас кто-то будет писать, что я уже все не так. Ну, вот из моего опыта, вот честно вам скажу, вот и соотношение, да, доходы и цены. Поэтому, ну, конечно, они никакие там не фидиперсовые. Самые обыкновенные на каждый день шлепки. Но зато они комфортные. И я знаю, что я их буду носить. Они будут такие, знаете, неснашиваемые. Здесь и обувь, и одежда, все носится почему-то очень долго. Ну, даже расстраивает это немножко меня сейчас, если честно. Потому что, ну, хочется же всегда менять. Ну, вот такая история. Ботанические новости. Redwood City, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Смотрите, у нас зацветла яблоня. Ну, я так думаю, что это яблоня. Ну, я даже не сомневаюсь, если честно, это точно яблоня. Смотрите. Яблоня же, да? Красиво. Такая она огромная. Это она, это яблоня рядом, смотрите, с пешеходной дорожкой. Вот мы идем, всем этим любуемся. Смотрите, у нас зацвела акация. У меня в детстве была белая акация, я помню. А здесь, смотрите, розовая. Красивая. Красивая. Ну, в детстве мы ели их, эти цветочки. Они были сладенькие. Здесь я не буду рисковать. Смотрите, какая красота. Я еще ботаник не смогла пройти мимо. Смотрите, какие розы красивые. Смотрите, какие они интересные. Желтые. С розовыми краями. Красотища. Они огромные. Сейчас я ладошку свою поднесу. Смотрите. Вот это красотища, да? Убалдеть, какая красота. И вот смотрите, розы опять. Видите, как они делают? Здесь много вот таких. Роза не пуст, а сделана как деревце, выстриженная. И смотрите, сколько на этом деревце, на одном, сколько цветов. Такая красота. Как они это делают? Вообще понятия не имею. Ну, очень красиво. Очень. Видите, ствол один. У нас такой розы как-то кустами растут, да? А здесь вот так. И там дальше такая же история с желтыми. Видите? И бежевые дальше. Красотища. Здесь уже обычная кустовая роза. Вот смотрите, сколько цветов. Вот почему так, я не представляю. Просто огромное количество. Они с шапками. Просто неимоверное. Как тут не любоваться? Я не могу оторваться, не могу пройти мимо. Такой красоты. Смотрите, белые, белоснежные. Какие красивущие. И запах стоит изумительный. Красота. Ну, и напоследок покажу вам свой огород. Смотрите, мы таки купили эту клубничку в горшке. Видите, горшок с кармашками. И в каждом кармашке по кустику. Видите, у меня одна ягодка уже зреет. Она продолжает свисти. Мне очень понравился такой горшок. Если клубника загнется у меня, я в следующем году петуни напихаю. Знаете, и в каждый кармашек будет очень красиво. Она будет свисать. И можно будет подвесить. Видите, она с крючком, этот горшок. Я не стала его отрывать от горшка. Пригодится, может быть. Вот это, это растение моего мужа. В прошлом году, в прошлом летом он мне показывал. Это было, ну, цветок напоминал и листья георгин. Я не знаю, вырастет там в этом году что-то или нет. Ну, начала поливать на всякий случай. Буду ждать. И еще у меня одно приобретение. Ну, как одно, три. Я купила герани. У нас здесь герани цветут. Я по улицам хожу, смотрю, буйным цветом. Огромные кусты вырастают. И вот купила три разного цвета герани. Ну, вот розовая, беленькая, еще держится. А красная, смотрите, что с ней стало. Может, знаете, из-за чего она так... Цветочки сами, видите, пожухли. Я стараюсь не заливать и там совсем сухой ее не пересушивать. Ну, вот, как-то она приболела. Не клематит ей у меня. Вот такая история. Ну, видимо, к земле потянула. Слушайте, может, это возрастное, я не знаю. Ну, еще раз покажу вам свою спелую клубничку. Я думаю, что завтра-послезавтра я ее съем. А я вам всем желаю счастья. Скоро увидимся. Пока-пока.